Так, а теперь мы отправимся с вами на нашу основную миссию, встретиться с Баса в сирене. Так, все есть. Ну тут у нас мужики ходят снизу, надо быть очень осторожными. И, кстати, не мешало бы восполнить запас глаза и, наверное, еды. Давайте сейчас это и сделаем. Ну хотя попозже, наверное, доберемся до торговца, который находится в этой же таверне. И тогда уже там восполним все нам необходимое. Конечно, если у нас не будет никаких тут критических ситуаций. Так. Вроде разошлись. Так, хорошо. Да-да-да, никто не заметил. Осталось только... Я ждал пять, но она того стоит. Пах. Оно и понятно. У нее в комнате пахнет, как в тропическом саду. Вот это да. Видать немало стоит. Ха-ха. Спать с такими, как ты. Слышите, ну не заметил тут. Так, тогда мы сейчас сюда прошмыгнем. Блин. А тут еще один стоит. Но этого надо отвлекать однозначно. Что такое? Пойди проверь. Если кто есть там, правильно что прячешься. Все-все, прошли. Хорошо. Ну, нормально получилось так. Баса, ты почти похож на человека. Если выживешь после той дряни, что здесь подают, переживешь что угодно. Как рука. Свербит. Как и чувство гордости, не брось. Этому засранцу еще воздастся столицей. Помоги мне кое с чем. У тебя лодка еще осталась. Я бы на твоем месте снял здесь комнату. И кувыркался бы тут с красивой девахой, пока все не уляжется. Мне нужно кое-что выяснить. Вы поможете несчастному полаганщику. Ищешь инструменты? Мне нужно попасть в приют Мойры. Свистни, когда будешь готов. Я буду тебя ждать. Вы поможете несчастному полаганщику. У меня возник вопрос. Откуда барон знал имя Гаррета? В одной из прошлых серий там встретился барон с Гарретом, да? В его крепости. Он его по имени назвал. У меня есть товар для темных дел. А, пардон. Что такое? Ты сегодня не предпочитал. Пополнил сначала. Да. Ты что-то забыл? Да, я что-то забыл. Ну, денег, как видите, у нас не так уж и много. Охренеть. Вот это цена, да? 9800. Запас снижает цену Мака. Ладно, мы сюда не за этим пришли. Мы пришли сюда с застрелами. Блин, продал. Надо покупать. 10 канатных. Зазубренная. Ну, эти... Нет, они дорогие. Огненная стрела. Пусть 5 будет. А, есть еще и взрывная стрела. Ну, одну купим, посмотрим. Водяная стрела хватит у нас. Вдушающая хватает. Так, канатная. Вот канатную надо купить. Тупая стрела у нас тоже. Достатки. Световая бомба. Ну, даже не знаю, особо ими не пользуемся. Маг нет. Еда нет. Я думаю, с таким набором достаточно будет нам для миссии. Ну, что, вперед. А, ты готов? Я вдруг вспомнил, почему ненавижу лодки. Да? Ну, а я ненавижу плавать, так что залазь. Нет, на веслах буду я. Из тебя гребец, как из меня танцор. Давай. Зарядка тебе не помешает. Хе-хе-хе-хе. Какая связь между Эрин и Мойрой? Ты веришь в привидения? А? Духи. Эм... Но когда мертвые, возвращаются и донимают живых людей. Карают их за грехи. Ты думаешь, Эрин к тебе так вернулась? Не знаю. Наверное. Я помню... Ритуал. Потом какой-то взрыв. Эрин погибла. Никогда этого не забуду. А все остальное... Пропало. Ай, Гаррет, брось. Я же знаю, ты не стал бы рисковать жизнью этой девахи. Она сама накликала беду. Где-то здесь сокрыт ответ. Я это чувствую. Со времен бунта здесь воцарилась странная тишина. Кто-то из пациентов сбежал. Несколько лодок приплыли сюда. Ни одна не вернулась. Гаррет, не знаю, что ты здесь хочешь найти, но будь на чеку. Сам не стань призраком. Я и так был призраком всю жизнь. У этого острова уже очень давно плохая репутация. Найду ли я тебя там? Давайте исследовать это забытое богом место. Это, наверное, остров привидений. Блин, тут что-то звенело. А мне бы стекляшка не помешала. Но мы свои успешно потратили. Эти неактивные. Ладно, найдем где-нибудь дальше. Я не думаю, что вот конкретно здесь будут какие-то враги. Как видите, локация, да, устроена таким образом, что в принципе даже укрытия нигде нет. Поэтому я иду так свободно, достаточно открыто. А вообще, надо поставить охотничьи стрелы в лук. Надоело мне скрываться. Будем хищниками. Это я возьму. Тоже ничего. О, ну вот то, что надо. Еще и золотишко. Господи. Что там произошло? Точно остров привидений? Ладно, меня кто-то ждет. Так может целую кучу кирпичей наложить. Женское отделение. Начнем отсюда. Кто-то смог удержать тебя под замком, Айрин? Здесь уже все меняется. Совершенно. Журнал посещений. Журнал посещений. 17.05. Нет посетителей. 18. Нет посетителей. 19. Пациентка номер 63 приняла лорда Аберкромби. 20. Нет посетителей. 21. Пациентка номер 18 приняла своего покровителя. 22. Нет посетителей. Ну, пока непонятно, зачем это нам нужно. Но мы обязательно разберемся. И вообще, сейчас пока буду так ходить. Если что, застрелим. А там мы убежим куда-нибудь, да? Ну, что, пора подниматься наверх. Ну, опять же, все пока предельно, да? Тихо. Начался хоррор. А я их не люблю, блин. 23.06. Приняла пациента номер 18. Молодая женщина по государственному направлению доставлена под охраной. Состояние средней тяжести. Многочисленные ссадины и сломанные кости. Одурманена. Без сознания. Мне предписано поддерживать это состояние в связи с крайней агрессивностью пациентки. Переведена в женское отделение. Центральный изолятор. Для наблюдения и лечения. Сестра Аубер Мил. Куда нам дальше? Налево. Пюстры, ты че шатаешься? Я твой дом труба шатал. О, перекати поле. Да, творятся тут странные вещи. О, ну вот. Не зря и стрелы, да, пригодились. Так, что ты делаешь? О, так это еда нам досталась. Ну, вроде тут... Все тихо. Можно было сюда и по ступенькам, как видно, спуститься. История 1. Через призму опыта вашего покорного слуги мы изучим одну из наиболее загадочных достопримечательностей города. Приют Мойры. Который многие считают местом игрищ Трикстера. И лишь образованные люди признают лечебным заведением. Еще юный барон выражал надежду, что эта здравница станет источником вдохновения и будет приносить доход тем, кому она служит. Значит, барон спонсировал каким-то образом, видимо, этот приют. Неожиданно было. Я бы так сказал. Так, ну это... Мы где-то на этаже ниже бродим. Какой там чайник, да? Ну, посмотрим, может изобретем туда когда-нибудь. А пока пошаримся по столу. Голоса. Голоса становятся все громче. Когда я подхожу к ней, они начинают кричать. Мои руки так трясутся, что я не могу расписаться в журнале. Что я творю? Мои волосы, мои ногти, мои зубы. Я словно распадаюсь на части. Я не могу больше спускаться туда. Я не могу этого делать. Доктор Штедман поймет. Я все объясню. И меня переведут обратно в город. Все будет хора. Не дали дописать записку. А, ну понятно, как туда попасть. Давайте посмотрим. Что там вкусненького еще есть. О-у-у-у. Вы видите тоже, что и я? Да ну нафиг. Стрёмно тут. Выходи, бабайка. Ну, никого. Ну, кстати, туда-то мы и не попали, да? К тому чайничку. А, ну там можно было прямо чай направо повернуть. А, нет, вот попали, смотри-нибудь. Забавно. А, ну-ка, где эти руки? Не, больше не торчат. Затворю-ка там явно какая-то сидела. А, вот. Нет, сюда нельзя пройти. Это мне показалось. Ну, ладно, нам надо возвращаться. В любом случае. Смотрите, тут ещё записка какая-то. Письменные принадлежности. Доступ к письменным принадлежностям. Письменные принадлежности можно использовать только под строгим надзором. Письменные принадлежности выдаются только пациентам, способным чётко объяснить свою цель. Металлические перья пациентам не выдавать. Самовыражение не считается формой когнитивной терапии. Ну, это памятка, видимо, сотрудникам, бывшим сотрудникам этого приюта Мойры. Там мы были, вроде бы. Давайте-ка отправимся всё-таки туда, куда нам надо. Так. Это чё? Это замки барона. Так, ключ от женского отделения перемещён на мой стол в мужском отделении. Танцовщица прокралась к столу, украла ключ и дразнила им лингвистку. Если ключ вам нужен, что едва ли, приходите ко мне, когда я не на вахте. Доктор Штедман. Почему дом презрения для него так важен? Придётся пойти до конца. Сугубо добровольно, разумеется. Блин, а там кровяка. Блин, а там кровяка. Оп-паньки. Кто здесь был? А кого не было? Стремные они. Доклад о вытяжке в душевой. Пациентка номер 63 выбирается из изолятора и баламутит мужское отделение. По-видимому, она использует вытяжку в душевой. Мы заделали выход. Время покажет, была ли эта мера успешной. Да, что-то тут не густо. Отсутствие. Хаксли. Я обратил внимание на твои частые отлучки. Я знаю, что смены в исправительном отделении давят на психику, но мы должны сделать всё от нас зависящее для заботы о самых тяжёлых пациентах. Я также заметил, что ты хромаешь. Попроси доктора Штеддмана тебя осмотреть. В присутствии нашего покровителя все медсёстры должны быть в идеальной форме. Т. Продолжение следует... Продолжение следует...